Друзья, знаете как пахнет из ствола оружие, которое только что стреляло? Какие эти протухшие? Вот серьезно. Запах серы. Как вас зовут? Сергей. Сергей, вы откуда? Из Курска. Что за клуб? Мы без клуб, мы межклубное объединение медовые стрельцы. Какое-то историческое было объединение или сами придумали? Ну, оно было историческое, но мы как бы дальше его развили и стали его поддерживать, и стали медовые стрельцы. Почему решили реконструировать именно эту ИПО? Ну, это интересно, во-первых, раз. Во-вторых, это, конечно, мужское занятие, чтобы пострелять, пострелять, конечно, естественно, пострелять, порубиться на железе. Слушай, почему вот 17-й век, вот смотри, пострелять можно реконструируя там Вторую мировую войну или по Отечеству, тем более у вас в Курске много событий было. А если порубиться, то Древняя Русь, там, пожалуйста, урубись. А тут вот 17-й, вот именно он чем привлекает? Красота и оружие. Оно единичное. Оно не как во Вторую мировую войну. Оно у каждого свое личное, идентичное. А то есть, подожди, в 17-м веке не было производства, да, такого? Никакого производства, в принципе, не было, вообще. Это все делалось на заказ индивидуально, под каждого человека лично. Дальше. Что мы говорим о холодном оружии? Это что такое? Это холодное оружие, это шпага болонского типа. Подожди, я смотрел кино, там шпаги, ну, не вешают нос. Они тоненькие такие, вот как игла. Можете ее потрогать. А это меч. Это и есть шпага. Это и есть шпага. Это и есть шпага. Друзья, вот так шпагу, не как в кино показывают, там, когда она тон. Вот так. Нет, это меч. Он большой. И вот если сравнивать с древнерусским, мы уже снимали передачу, как мне тяжелее, да? Ее вес 1 килограмм 200 грамм. Я ни разу не эффектовал. Вы ее просто, ну... Слушайте, надо прям... Я контролирую на самом деле. Это вообще другие ощущения. Я сейчас держал саблю, и там никакого там, вот он, вот так только. А это прям вот, ничего не умею, а смотрите, уже что-то может даже получаться. Интересно оружие. Интересно. Сколько стоит комплект Стрельца 17 века? Вот ты на свой. Вот сейчас? Сейчас, да, да. Вот сейчас потратить, вот сколько, говорит, коктейль, как одеконструктор, потратил он. Чего пизда, татары? Нет, нет, сейчас. Сколько вообще вот это все стоит? Вот сейчас, если взять этот комплект, да, он стоит около 100 тысяч рублей. Скажем так, это стоит около 30 тысяч рублей, я отвожу в сторону. Ага. Это стоит около 20 тысяч рублей, я отвожу в сторону. Он кушак, он шелкрум. Около 3 тысяч рублей. Кушак, да, в 3 тысячи стоят? Да. Это шелкрум кушак. А не жалко его вот в такой вот, как сегодня мы показывали конструкцию, в грязь лезть? Жалко, не жалко. Оно такое должно быть. И мы не имеем права использовать другое. Угу. Мы не используем, мы используем только настоящее, то что было. У нас должно быть одет. Вот должно, должен одет на нас быть кушак шелковый. Мы его одеваем. Должен одет на нас быть сарафан. Сколько стоит? Сколько стоит? Около 20 тысяч рублей. Шапка? Шапка? Шапка недорогая, из бобра. Около какие-то шапки. Недорогая шапка из бобра. Слушайте, ну серьезно. Это же на самом деле, мы вот опять же, да, есть возможность сопоставлять. Мы не так давно снимали по Великой Отечественной войне, там комплект также стоит. Примерно так. Современное оружие охлощенное стоит примерно так же, как вот. У нас оружие все охлощенное. Тоже охлощенное. Если вы можете, если есть возможность показать зрителям. Да, ему сначала. Да мне показывать. Внутрь. А, вот штифт стоит. Смотрите, что касается закона по поводу шаши. У нас все оружие, оно не заточенное. У него кромка 2 миллиметра. То есть. Ну это, по сути дела, с точки зрения закона, это кусок железа. Кусок железа. Надо же померить амуницию, что называется. Так, что я буду мерить? Смотрите, вот на мне костюм городового столица. Ну это вот какой город, ну условно? Куск. Это город Куск. Вот так ходили в Курске. Да. И а сейчас что буду мерить? Московского столица. О, фирма. Сейчас я. А у меня побогаче костюм, да, должен быть? Почему? Ну потому, что это столица. Столичный. Царь-батюшка так вот. Вмещал столицам ходить. А то есть, а в Московском, получается, там снабжение было? Там такое выдавали, нет? Или сами-сами? Там прям все были на жаловании у батюшки царя. Чем блин к царю, тем дороже. А подожди, а вот если в жизни, допустим, я московский стрелец, встречаю тебя, Курского стрельца, я главней? Конечно. Да? Конечно. О, холоп. Шапок, подай мне. Смотри, как я быстро в образ, да, вживаюсь сразу. А подожди, а если вот по званию по-дворянски, ты вот кем был? То есть, ты там? А по званию все стрельцы. Все стрельцы. Это служивые люди. Но я главней. Ну... Не нравится. Статусом выше. Смотрим фильм, Иван Васильевич профессию меняет, и любые другие. Да, они все время ходят в кафтаны. Мне не понятно вот что. Это зимняя форма одежды или летняя форма одежды? Это, в принципе, форма одежды, которая была. Как в армии у нас. У нас же в армии сейчас нету. Нет, ну есть зимний пушлат, есть там зимой шапка. А раньше была вот только кафтан. Все, и вы зимой и летом носили? Да. А шапка вот с мехом, и зимой и летом что носили? Серьезно. Плюс 30, и я пошел с шапки воевать. Но вы же смотрели фильм, Иван Васильевич меняет профессию? Да. И там была шапка с мехом. Вот это вот. Вот так, друзья, воевались у нас так. Дальше что? Что теперь мне еще по статусу положено? По статусу? Ну, в принципе, что батюшка царь завещал, то и положено. Ну, ремень. Кошель? Там денежка. Кошель, да. Так. Здесь у меня нож и кошелек. И кошелек. Давай. Давай. И вот бляшка. Бляшка тоже важный элемент, да? Да. Она показывает в какой-то степени статус. Да. Потому что были подпоясанные стрельцы именно кушаком. А, это вот вы. Это кушак. Из деревни. Нет. Наоборот. Это шелковый кушак, извините. Подождите, шелковый дороже, чем мой, да? Естественно. Это кусок кожи или кусок шелка. А если смотри, вот я московский стрельец, я встретил тебя кушского стрельца. Я говорю, так, ну-ка, снимай кушак, мне нужнее. Ты такой, о, ну конечно. Отдал. Да? У-у-у. Удобно так было служить. Так. А дальше что? Сумка. Патронтаж. Ну, вам нужно, прежде всего, защищаться. Так. От супостанов. Ну, и выгляните так. Вы носили правильно. Все это знают, да? Все в фильмах видели. Это называется апостол. Апостол. Это вот 12, получается, таких. 13 зарядов. 13 зарядов, да. 13 зарядов. Да. Это апостол. Бериндейка. Бериндя. Что еще? Зарядец. Тут порох. Тут порох. Везде порох. Порох везде. В то время был. Так. Фляжка. Положен. Это, чтобы засыпать на полку. С собой. Чтобы взять сумку. Она отнималась потом. Ну, в ней. Ну, хабар. Ну. Ну, я понял. Ну, так что? Перекусить. Топорик. Основное оружие. Основное оружие. Сначала. Это. Бердыш. Бердыш. Все в кино видели, да? Все думают, что с него стреляли. Нет. Не стреляли с него? Не стреляли. Не стреляли. Это миф. Вот. Друзья. Один миф мы семь разрушили. Это. С него не стреляли. А вот теперь. Константин, дайте, пожалуйста. А вот последнее уже. Это. Ружье. Вот. Вот. Подожди, а фляги не было? У соседа, может быть, была. А. А у меня не обязательно, да? Ну, не обязательно. Ну, давай. Раз уж у нас есть фляга. А вы не сосед. Пущай висит. Чтобы. О. О. Сужай. Ну, как. Вот. Пока флягу не повесил, все нормально было. Ну, вот так. Фляга сразу перекосила. Ну, вот так вам идти километров пятьдесят. Так. Ну, все. Надо о каких-то впечатлениях, ощущениях сказать. В принципе, вот я говорю, вот снять флягу вообще нормально. Фляга действительно тяжеловато. Как-то подтягивает. А так достаточно уравновешенная. И надо вам сказать, что по мне так удобно. Вот честное слово. Если сравнивать, опять же, с воином Древней Руси, да? Там больше защитного вооружения. Там есть кольчуга. Есть щит. Здесь ни щита, ни кольчуги. Воюй как хочешь называется. Тут нет понятия защищаться. Тут один выстрел и умер. А. Нет смысла защищаться. И если, допустим, говорить о более поздних временах, да? Там двадцатый век. Там не сказать, что намного удобнее. Вот так вот, друзья, выглядит костюм стрельца. Пиньковая или конопляная веревка, пледеная диаметром 6 градусов. Ну прям, смотри, как хорошо горит. А чего так? Он проваривался в селитре, либо в порохе вымачивался, в растворе пороха. Так, два конца, да? Да, да, оба. Ну прям. Да. А это опасно, кстати. У меня ж тут везде порох по идее, а я тут размахиваю огнем. И так, петель у нас горит. Мушкет заряжен на плече. Следующая команда, петель крепи. Загру. Умеривается. Это такое неторопливое занятие. Да, да. То есть, никто не торопился, вот этой войны на скорость нет. Выигрывает практически всегда тот, у кого больше коробочка. Звучит команда кладь. В команде кладь ружьё прикладывается к плечу. Открывается колка. И по команде поли. На последний круг. Поли. И осечка. Руку уже. Давай я. БОЛИТЬ! И команда, заряжай. Кладь. Критиль крепи. А там заряжено уже? Да, да, но полка пока закрыта. Ну где-то так, да. Где-то так, да? Дальше. Критиль крепи. Кладь прикладывай. Ой страшно. Полку крой. Открывай, да? Открывай, да. И зажмусь ей. ПО-ЛИТЬ! ПО-ЛИТЬ! Продувай. ПО-ЛИТЬ! 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 THERE Manyakir парень цветов. Не начала已經過 enfermedилась швидко это, это отверстие было изнутри лиц, БОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГОГ nada!